Губернатор Александр Ткачев сегодня прокомментировал отставки в своей команде, информация о которых появилась в конце прошлой недели. Причем сделал это, собрав всех руководителей департаментов и отделов краевой администрации. Самая большая губернаторская планерка в истории оказалась еще и рекордно короткой. О самом главном губернатор сообщил за пять минут. С подробностями Яна Москаленко. Большой зал администрации. Здесь проходят все крупные краевые совещания. Распорядители на местах за час до начала. Служба губернаторского протокола четко определяет, кто и где будет сидеть. Сегодня списки приглашенных и присутствующих проверяются с обучательностью. Есть повод. В президиуме будет только один губернатор. Эта рабочая неделя в краевой администрации началась необычно. Вице-губернаторов, руководителей всех департаментов, их заместителей и начальников отделов, весь руководящий состав аппарата власти созвали на планерку. Впрочем, неспокойно было уже в конце недели прошлой. В кулуарах заговорили об отставках и массовых увольнениях. Скудные официальные комментарии о том, что кадровые перестановки возможны, ясность не внесли. Здравствуйте, вам место. А что, все, да? Да. За полчаса до начала губернаторской планерки зал заполнен. Исключение – первый ряд. Кресла ждут вице-губернаторов. Второй и третий ряд – руководители департаментов. С сегодняшнего дня они исполняющие обязанности. Отдел кадров уже предупредил. Заметно нервничают. Вопрос о переназначении висит в воздухе. А на балкон как пройти? Там еще есть места? Тоже нет. Мы там постоянно покатившись. Первый неожиданный поворот событий. Вместо десяти вице-губернаторов выходит шесть. Гул, в котором обсуждали возможные отставки, сменила полная тишина. Александр Ткачев без галстука, один в президиуме, что тоже непривычно, обращаясь к залу, сразу говорит – спасибо всем за работу. И пришло время обновлять команду. И это касается всех сотрудников краевой администрации. Я знаю, что присутствует и в том числе и среди вас, и не только, определенный скепсис в этом плане. Мол, как всегда, наверху поштормит, пошумят, кое-кого снимут, и на этом все кончится. Должен все те, кто так думает, огорчить. Чисто по-человечески есть такое понятие, я считаю, как усталость металла. И человек свой ресурс на определенной должности рано или поздно вырабатывает. Но, конечно, надо говорить честно, есть и те, кто попросту не справляется со своей работой, со своими обязанностями. Кто привык, наверное, работать, не напрягаясь, с девяти до шести. Вот с этими будем расставаться. Не обижайтесь. Госслужба не место, где спокойно отсиживаются до пенсии, говорит Ткачев. Губернатор намерен сократить аппарат власти на 20%. Масштабные увольнения оптимизирует штат. Всех сотрудников администрации ждет переаттестация. Не все вернутся в свои кабинеты после переаттестации. В органах власти останутся только те, кто сможет совмещать и свой управленческий опыт, мудрость, способность к изменениям. Люди требуют от власти эффективности, внимательного отношения к себе. А время, конечно, требует новых идей и новых людей. Поэтому сегодня я официально заявляю о начале системной модернизации краевой власти. Заместитель губернатора и руководитель департаментов Александр Ткачев уже отправил в отставку. Решение по переназначению каждого из них глава региона будет принимать индивидуально. Подчеркивает, учтет не только былые заслуги, но и способность активно работать в команде дальше. Времени на занятия, как говорят, ерундой, его просто не было, то вообще шансов даже не будет. Поэтому я думаю, что работать придется в несколько раз эффективнее. Мы сейчас из четырех заместителей, Александр Николаевич взял три новых заместителя. Это очень у нас креативные, доктора наук. У нас уже обновление началось и идет полным ходом. Наши должности ненаследуемые. Мы и наследные принцы, и поэтому здесь не кресло красит человека, а человек кресло. Губернатор сказал о той усталости, которая бывает даже с металлом. Поэтому работа, что я могу сказать, работа очень ответственная. Что будет завтра, не знаю. Но для меня любое решение губернатора, оно меня будет устраивать. Александр Ткачев предупредил, обновление команды будет пошаговым. Пока трудовые договоры в силе, требования будут самыми жесткими. Кстати, двое из четырех вице-губернаторов, которые отсутствовали на губернаторской планерке, по нашей информации, находятся в рабочей поездке. Яна Москаленко, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар.